Здравствуйте, жители канала Качухаста Зуб. Решил вам снять видео про новый комбайн, который у нас был в хозяйстве. Грима SE 17060. Почему? Потому что самые сейчас популярные видео на канале, они посвящены как раз вот не Холанду, и тому, как им управлять. То есть, видно интерес людей есть к технике, тому, как на ней работать. Я не специалист, я всего лишь рассказывал то, что прочитал, но все равно, раз пользуется популярностью, значит надо записать. И, как и обычно, что в том-то раз с не холодом я столкнусь с проблемой, что я не знаю, как на нем работать, его привезли, сказали надо работать. Точно так же с этим комбайн его привезли и сказали, вот ты будешь на нем работать, я смотрю на этот пульт управления, я просто, ну я не понимаю, что мне делать. Проблем было много, я в процессе расскажу, и это видео оно будет посвящено больше именно вот управлению из кабины, подключению к трактору, но это, пожалуй, просто на мой взгляд, это самая большая проблема, то, как пользоваться пультом, и то, как подключить к трактору. Поэтому про это я и расскажу, то, что знаю, просто можно еще углубляться и в настройки комбайна, и про то, как там диски настраивать, то, как глубину настраивать, барабанов. Ну, как бы это все такие вещи более-менее известные, что на Анне, что на гримском комбайне, все одно и то же, везде вот такие вот есть наклейки, и как бы понятно, как это делать. Насчет этого, как бы больших проблем у людей, я думаю, не возникнет. Хотя, конечно, были моменты и вещи, которые надо было настраивать, которые действительно сыграли большую роль, про них я тоже расскажу, потому что, ну, раз это у нас произошло, может и у других произойти, лучше об этом знать, чем об этом не знать. Лучше начнем сначала с подключения к трактору, все-таки это первое, с чего мы начинаем. Значит, прицепили мы трактор, подключаем вом, с вомом ничего сложного нету, главное, правильной стороной. У меня, изначально, он был вот неправильной стороной поставлен, то есть, главное, так как я не затупить конкретно. Значит, идем дальше. Самое главное, у нас есть две пары гидровыходов основных, которые у нас впитают комбайн. Идет туда, 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 прямо вот прямиком в распределитель. Вот. Тут еще у меня почему-то этот шланг, я думал, это шланг чувствительности, там есть такой шланг какой-то чувствительности, но я так понимаю, это в итоге не он был, тут есть вот какой-то второй маленький. Я за то, чего не знаю, говорить не буду. То есть, подключить, то он подключен, но сути в нем никакой нет, это не важно. Главное, и так сойдет. Главное, подключить питающий шланг и обратку. Значит, тут опять-таки важный момент. Мы подключаем эти два шланга, но, как вы помните, еще... Но! Ну, там вторая коробка. Как вы помните из рассказа про не холод, там рычаги гидровыхода, они не фиксируются изначально. То есть, вот, сейчас я постараюсь приблизить. У нас тут есть вот настройки на гидровыходы. Фокуса на них нету. Вот. Настройки на гидровыходы, на две штуки у нас есть. Их тут пять штук. Я про них рассказывал, там прикладывал картинку. Изначально, вот, у нас они стояли, насколько я помню, на тройке, вот, да, там, стрелочка. И на этом режиме, на тройке, они не фиксируются. То есть, они не фиксируются, они возвращаются обратно в нейтральное положение. Первое, что вы должны сделать, это настроить его так, чтобы у вас гидровыход работал в режиме масляной помпы. То есть, в нашем случае мы переставили на четверку. Я напомню, что переключение гидровыхода производится на отключенном тракторе. Так, вот. После того, как вы это сделали, у вас рычаг, на который вы настроили, у нас это на синий, вот, он будет фиксироваться в положении, то есть, постоянно гдать масло и возвращать его обратно. То есть, ну, как я и сказал, масляная помпа. Вот. Единственное, правильно по настройке, он, в нашем случае, вы видите, вот отсюда он выходит с левой секции, с правой секции он возвращается обратно. А вообще он должен быть подключен вот на быстрый слив. Вот. Но, так как у нас вот этот быстрый слив, он чуть-чуть подкапывал, то есть, ну, такая техника новая, нам пришлось поставить его сюда, потому что у нас все-таки идет масло с гидросистем, о, не с гидросистемы, а с трансмиссия. И масло там очень дорогое, не очень-то хотелось его терять, поэтому подключили так, и все в порядке, все работало. Понятное дело, скорее всего, грелось оно чуть-чуть быстрее, но все-таки. Кстати, обратите внимание еще на скорость потока масла. То есть, вообще, по идее, если правильно, то скорость потока масла должна быть, как я прочитал, на максимуме, а обороты двигателя, ну, типа на минимуме, тогда масло будет не так сильно греться, терять свои свойства. Вот. Ну, в моем случае там оно настроено буквально на 20 процентов от мощности, и этого хватало без проблем. Далее у нас здесь подключение, это розетка освещения, потом у нас идет сюда подключение. Это у нас, если я не ошибаюсь, идет на камеры. Да, это вот подключение, вот. Это камеры наблюдения, они в кабине есть, покажу сюда, подключаются они. Еще одна розетка внутри, это уже, получается, компьютер. То есть, там надо три розетки на тракторе иметь. В принципе, конечно, можно от освещения отказаться на поле, но вот эти две, в принципе, я думаю, обязательно. Но можно и от камер отказаться, конечно, но все-таки вещи-то важные и удобные. Вот мы в кабине трактора. Вот гидровыходы, я говорю, вот у нас подключен был на вот этот гидровыход. Смотрите, если мы берем любой, вот этот, допустим, у нас не переставлен на четвертый режим, на третьем, мы жмем на вперед, на подачу гидравлики, и у нас он отскакивает назад. А когда мы жмем этот, мы видим, он фиксируется. Вот такой эффект нам надо получить, чтобы у нас масло постоянно гнало. Что еще здесь у нас важного в кабине? Обороты ВОМА, ну, понятное дело, 540, в моем случае 540 ЭКО стоит. С чем это было связано? Потому что скорость была небольшая, вот, а было довольно много мест таких глиняных, но мне надо было для того, чтобы обороты были чуть-чуть побольше при меньших оборотах двигателя. Вот розетка внутренняя, про которую я говорил, которую у нас питает компьютер, она получает изнутри. Ну, где как подключается по делу? Какой трактор смотря? Вот. Ну, и самое главное, вот пульт управления. Сейчас я покажу, как его включать, как он загружается, ну, и потом уже перейдем непосредственно к управлению комбайном. Итак, после того, как вы все подключили, камеры включаются очень просто, это всего лишь вот на нажатии кнопки. Компьютер. Есть главный компьютер, есть пульт дублирующий. Зажимаем кнопку. Все, начала загрузка, сейчас он загрузится, и у нас появятся иконки управления. Вот, появились иконки управления. Здесь, на первый взгляд, очень много всего непонятного, на самом деле все довольно просто. С чего бы тут начать? В принципе, начнем по порядку. Значит, у нас есть пульт, здесь у нас перечислены режимы управления. То есть, вот это у нас, вот это у нас обозначает заглубление, то есть это, ну, вот плавающий режим на барабанах. Это у нас автоматическое введение борозды. Это у нас поворот оси, ну, не оси, там просто колеса поворачиваются. Это у нас наклон комбайна влево-вправо, очень удобная функция. Это у нас автоматический гусак, то есть, ну, отслеживают набирающихся картофель, чтобы уменьшить троймировать, уменьшать высоту, постепенно сам поднимается. Что тут наверху? Все, на самом деле, очень просто. Эти два значка, это у нас джойстики. То есть, нам тут показано, что на этот, на левый джойстик, вот он левый джойстик в А режиме, это важно. Допустим, я нажму сейчас тут Б, у нас, видите, переключится. Тут уже бункер. Опять нажимаю на А, у нас возвращается к изначальному режиму. Что у нас здесь нарисовано? У нас нарисовано, что если мы будем поднимать джойстик вверх и вниз, то мы будем поднимать вверх-вниз жадку, ну, жадку назовем так. Мы называем жадка. По идее, что это не жадка, но мы так называем. Если мы будем двигать его влево-вправо, то мы будем двигать влево-вправо дышло. Далее, А на второй, на правый джойстик, вот, кстати, вот как раз колесо загорелось. Вот, тут показано то, что мы можем лево-вправо это поворачивать, соответственно, ось, а вверх-вниз это регулировать наклон комбайна. Опять-таки, я это все продемонстрирую в процессе. Кстати, я хочу обратить внимание, очень важная иконка, видите? Непонятно, что было нарисовано, я долго не понимал. У нас возникла очень большая проблема, поэтому, потому что вот этот значок, он означает то, что вам необходимо отодвинуть дышло жадку от комбайна вот в ту сторону. Ну, соответственно, левее, как бы на то, чтобы копать. Для чего это надо сделать? Без этого, если вы этого не сделаете, вы не сможете поднять бункер. Я, ну, не мог долго этого поднять, но, видимо, это как-то связано с наклонами, с безопасностью, чтобы он не перевернулся, еще что-то. Но я этого не понимал, я этого не знал. Вот, даже звонили в грима, чтобы они, ну, возможно, подсказали. К сожалению, они этого не знали и, ну, были готовы приехать на дефектовку, но, правда говоря, не приехали и даже не перезвонили. То есть, такой, ну, я не берусь ставить оценку их поступку, ну, просто сам факт, что такое было. Они не знали об этом и даже не приехали. Но мы об этом узнали, и я потом в процессе вам покажу, как это работает. Когда мы жмем на, ну, неважно, тут у нас F3, F4, на любую, если будете нажимать, точнее, не на любую, но в нашем случае на F3, F4 происходит переключение. То есть, тут можно видеть остальные режимы. Что у нас тут есть? Это подъем-опускание бункера. То есть, сейчас он сложен. Его можно поднимать и опускать. Также это можно сделать, вот, мы переходим в B-режим. У нас так пульт настроен, переходим в B-режим. Мы видим то, что на втором джойстике при подъеме и опускании его вот так вот этой стороны вверх-вниз мы можем поднимать и опускать непосредственно бункер. Вот. Также тут, что у нас показано? Подъем бункера. Вот. Это подъем бункера. Можно, опять же, я не сказал, можно это делать вот этими кнопками. Вот, кстати, он сейчас дернулся, гидравлика отпустила. Вот. Можно поднимать и опускать этими кнопками, а можно сделать это при помощи джойстика, что, конечно, удобнее. Мы поднимаем бункер, опускаем бункер. Это движение влево-вправо, опять-таки, жадкие. Спрашивается, для чего оно в этом режиме, а очень надо. Когда мы подъезжаем, ну, допустим, как мы подъезжаем к контейнерам разгружаться, там нужно, ну, точно, все-таки мы не в телеге разгружаем, надо попасть четко по середине контейнеров. И когда мы двигаем жадку влево и вправо, мы, соответственно, регулируем и гусак, его положение левее, правее, он становится либо ближе, выравнивается относительно контейнеров и удобно высыпать. То есть это тут не просто так сделано. Также здесь показано то, что при движении влево-вправо мы можем двигать бункер. Соответственно, ну, высыпать вот этот внутренний транспортер, где картошка. Вот при таком движении. Причем, если мы делаем так, постепенно отпускаем, это, соответственно, будет гидравлик идти больше, больше, больше или меньше, меньше, меньше. То есть таким образом мы можем регулировать скорость. И это если в правую. То есть в правую скорость мы регулируем в режиме медленной разгрузки. То есть когда картошки много, недопустима большая скорость транспортера, потому что, вы понимаете, это очень резкая нагрузка будет, мало ли, рам сломается, еще что-нибудь. А если уже там осталось совсем немного в бункере, мы поворачиваем в эту сторону и включаем второй режим, это быстрая разгрузка. То есть транспортер будет быстро крутиться и разгружать картошку. Ничего такого здесь у нас это быстро заезд и выезд поля. Он у нас также здесь есть. Ничего особенного в этом режиме нет. Все, что нам дает, он автоматически опускает жадку на поле и автоматически поднимает. То есть здесь нарисован трактор выезжающий с борозд, а тут трактор заезжающий в борозды. Надо отметить, что заездом в борозды я не пользовался, потому что мне проще вот так вот провести рукой. Вот допустим мы переходим в соответствующий режим. Это режим у нас А. Здесь мы можем вот нарисовано опускать жадку и включать автоматически и регулировать левее правее жадку. Вот. В данном случае у нас тут есть такие кнопки, они отвечают же за этот же режим. То есть это отвечает у нас за подъем опускания, а подъем опускания соответственно плавающий режим. Мы нажимаем АТМ, то есть это автомат. Вот у меня сейчас он дернулся. И он опустится на автоматический режим, будет на плавающем режиме копать. А это левее правее, это соответственно автоматическое ведение борозды. То есть когда я подъезжаю к борозде, я включаю вал отбора мощности. У меня уже заранее выровнено необходимое расстояние жадка гидросилиндром. И я просто вот таким легким движением нажимаю две кнопки, и у меня одновременно он и опускается, и сразу начинает ловить борозду. Далее здесь у нас еще также есть освещение. То есть мы нажимаем одну кнопку, она сразу за две отвечает и включает освещение на комбайне. Очень удобно, очень нравится людям, которые работают на нем. Ну а это соответственно гусар на конце. Вот он сейчас немножко у нас приопущен, ну чтобы помогать вам разгружать. Также здесь мы видим настройку, то есть тут у нас есть вот такие стрелочки. Мы нажимаем. Смотрите, здесь нарисована рука и картошка. Соответственно, это скорость транспортера ленты. Вот она здесь нарисована. Точнее на камере ее видно. Лента, где люди перебирают картошку, эксплуатационный стол правильно называется. Вот. Мы можем регулировать его скорость. Гидропоток там идет и регулирует его скорость. И тут соответственно тоже она изменяется. А если мы продвинем еще вперед, это бункер. У меня на 20% стоит, потому что быстрее делать, ну очень быстро начинают разгружать. То есть, наверное, для тех, кто в телеге опять-таки разгружает, это удобно. Но в контейнера, когда там такая куча, просто пойдет такая волна, которую ты не остановишь. У тебя там вместо двух контейнеров высыпется за раз четыре. Потому что бункер все-таки большой. Поэтому настроено именно на такое количество 20. Вот. Напомню, что также тут все на этом пульте также все регулируется. Можно поднимать, опускать. Но я все это делаю через дублирующий, потому что, ну это удобнее. Мы переходим между режимами лево-право и регулируем как надо. Это в процессе работы запоминается очень легко. Ничего в этом сложного нет. Пульт можно настраивать. Можно задавать на дублирующий пульт другие настройки. Но, к сожалению, я не знаю, как этого сделать. Я искал инструкцию к этому пульту. Не нашел. Я и инструкцию комбайна изначально найти, к сожалению, не мог. Но большое спасибо грима, сервисникам. Мой брат звонил. Там есть такая женщина Ирина. Она помогла. Она нашла. Инструкцию, которую я в интернете мог найти. Она не совсем к этому комбайну. Она такая общая. Но все равно она была полезна. Это лучше, чем ничего не знать было. Итак. А вот тут я прошу прощения. К сожалению, я завел трактор. Он подключился к телефону. И звук шел от уже микрофона в тракторе. Поэтому не совсем хорошо понятно, что я говорю. Поэтому, если у вас компьютер, прибавьте звук на колонках. Если у вас телефон, прибавьте звук на телефоне. Или оденьте наушники. Понять, что я говорю, можно. Прошу еще раз прощения. Ну, постараюсь больше таких ошибок не допускать. Я знаю. Значит, по поводу этого сына, значит, объясню. Прежде чем поднять бункер, надо его разложить. Мы перешли уже в B-режим. Вот, у нас есть раскладка. Это на второй ростик. Отпускание, соответственно, на второй ростик. Опускаем вниз. Прошло опускание бункера. Также прошу обратить внимание на вот этот ростик. Он изначально крепится внизу, вот на это место, сразу же это положение. А при раскладке его надо перейти сюда. Это важно, потому что он держится и не держится. Итак, затачиваю лосток. Иду в сторону. Все, закончили. Далее. После того, как мы это делали. Допустим, мы пробуем поднять бункер. Вот, у нас на левый ростик. Заданно поем бункера. Поднимаем его вверх. И ничего не происходит. Он стоит на месте, где он не двигается. Также у нас на этот ростик задана регулировка жарки лево-право. Начинаем отодвигать жарку в эту сторону. Вот, видимо, она пошла откачивать. Символ еще горит. Но вот он перестал гореть. Все, она достаточно отошла. И теперь пробуем поднимать бункер вверху. И сейчас он начнет подниматься. Чтобы сначала вот так, на эту сторону стала подниматься вверх. А за ним сразу же начнет подниматься и приближаться. Все, горько начнет подниматься. Соответствующее обрешение у нас и так ищет. Максимум 2 км в час приходится в левый ростик. И бункер поднимается. Вот такая, казалось бы, инвентарная вещь. Но мы ее не знали. Нам ее никто не мог сказать, если ничего она есть. Но, слава богу, каким-то чудом я догадался. Разно тут еще и так вот так. Мы говорили, вот вот так. Вот наверху один датчик. Вот это датчик, который обслеживает состояние на картошке. Ну, соответственно, мы можем его вручную регулировать. Вот этим вот стрелочкой я опускаю его сейчас вниз. Также стрелкой я поднимаю его вверх. Но я, когда езжу на автоматическом режиме, то просто нажимаем кнопку. Он сам автоматически опускается вниз. Отсмерывает расстояние на картошке и на пиктивность. И вот с того, как картошка начнет закапливаться, он будет сам постепенно подниматься вверх. Когда он дойдет до верху, до самого верха, недолго вот такая оборка, автоматически начнет прокручиваться транспортера пункера. И подъезжать, потому что он берет на определенное расстояние. Пока она не зайдет до самого конца. Там тоже есть датчик. Вот там вот где-то он находится у этого маленького гидроцилиндра. У вас будет звуковое обещание о том, что пункер полный, ну и пора будет въезжать. Сразу же продолжим с остальных индустрировок. Итак, как я сказал ранее, в А-режиме у нас также настройка мы видим, это барабан. Его заглубление в клавахи режим. И барабан на движение ножей. Его заглубление в клавахи режим. И барабан. Двигаем в эту сторону. Начинаем развлекать в сторону кампании. Для того, чтобы настроиться на трею. На внешнее. В прошлом, как мы это сделали, как я сказал ранее, вы можете это делать вручную. Вы можете вручную опускать. Но, понятное дело, вы вручную никогда не настроите. Оно всегда будет в жестком положении. Нам надо копировать в релье. Для того, чтобы это сделать, мы вручную на эту плоску кстати, доработал. Обратясь внимательно, доработал. Я сразу вручусь вводы и вручусь сюда. Вот мы видим 80% скорость. Он остановился. Опять-таки, я не понимал, почему я не могу включить работу институционного стола. Видите, он работает в водительской режиме всегда. То есть даже ни слоя, 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 ни слоя. Вот, видите, крестик стоит на столе. Сейчас он остановился режим, то он нормально как-нибудь пропадает. Стоит чего я не могу понять. Почему он не работает. То есть, вот, сказалось у меня, что включена, он должен сейчас работать, но он не крутится. Оказалось, у кого были МК старые, все помнят, там тоже такая фигня была, сделана, казалось, 20 лет назад. Если опущена жатка, только тогда начинает включиться институционный стол. Вот смотрите, сейчас стоит 88%, но ничего не получится. Я жму на плавающий режим, жатка опускается, и через мгновение начинает работать институционный стол. Ну и, соответственно, мы можем настроить его скорость быстрее, виднее, точно так же это можно сделать в адаптилирующем пуске и тех, кто стоят на институционном столе. Итак, мы опустили жатку, просто отпустили, жмем на автоматическое введение. Дело ваше. Вы можете это делать самостоятельно, по поводу тела регулировать, а можете доверить это автоматическому введению. Вот. Надо говоря, сейчас она не видит бороза, поэтому мы с бесконечностью в этой процедине. Но когда бороза есть, она нормально себя ведет. Но я прошу за внимание, что она не то просто на себя идеально работает. Иногда бывает, она сбивается, на последнюю пару разу заходит, особенно с тем, что у нас есть вот эти дополнительные подъезды, и они прям очень хорошо знаходят в соседнем городе. Поэтому даже когда у вас ввешен автоматический режим введения, вы можете вмешиваться. То есть он ведет автоматически, но он идет не туда. Вы можете без проблем на себя подвернуть, или от себя жатку, в зависимости от того, куда он уходит. То есть это делать без проблем. Автоматика может учесть ваши коррективы, а может продолжить ввести, вот так и считают. Но факт, что это можно сделать. Также опять же хотелось вернуться к грузике, рассказать про то, что один зостик может, в принципе, выполнять довольно много пунктов. То есть, казалось-то, мы сейчас его поднимаем. Сейчас поднимается пункт, поднимается грузия. После того, как мы разгрузили грузия, мы часто можем продвигать себе жатку. Для того, чтобы, ну, выросли, соответственно, заранее, вот мы продвигаем его, и, соответственно, у нас габарин выравнивается. Но после того, как мы разгрузились, нам надо возвращаться в изначальное положение, для того, чтобы идти на борт. Для этого нам надо жатку, что идти в сторону. Но при этом нам надо опускать грузия. Смотрите, если мы просто опускаем его вниз, то грузия просто опускается вниз. Но если, так как на этот шоке еще раз, у нас регулировка влево-вправо жатки, то если мы опускаем не просто вниз, а под углом, вот к этому болту вниз, то мы одновременно и отодвигаем, и одновременно опускаем бункер. Это очень удобно, вы экономите время, и, по-моему, замечательно. Также груз к наклону, это тоже очень важно. Часто, когда мы разгружаем, там может быть очень большая высота до контейнера, это очень большая струбозивное падение. Может и хватать расстояние до контейнеров, но не очень удачно заехали. Когда я притом в режиме, я в режиме, соответственно, окружаю, работаю с бункером, у меня отключен на основном компьютере вот этот вот основной набор функций. Идут, и вот наклон. Соответственно, нажимая на наклон, вот, мы видим, начинает наклоняться в сторону, в процессорах своему взгляну, начинает наклоняться к оборудованию. И не так, там, и самообразно. А надо не забывать, еще факт. Я всегда работаю на автоматическом режиме. Это очень важно, потому что часто на, особенно на колбасе, полях, если у вас он не стоит в автоматическом режиме выражения, у вас может один барабан просто в руках действия, тем и по самые, ну просто нереально глубоко, и он будет постоянно добиваться. То есть на автоматическом режиме это просто обязательная работа, не везде. Конечно, если более ровное, то это может сложно им не пользоваться. Но я всегда буду расправлять неровно, использую с ним постоянно, и он постоянно всю дорогу регулирует, и это позволяет хорошо, качественно работать в шатте. Это очень важно. Ну и, безусловно, это еще и с помощью разгрузки. В принципе, больше всего такого нету. Ну, а все остальное, это понятно. Валат выработайте, у кого там включается, включая крылат выработайте, по камерам видно, что работает, что не работает. Вот пошла картошка, я тут стучусь на карбай. Вот, ну и, соответственно, все остальные, основные настройки я показал. А эта камера, то плюс этого это просто, у нас есть различные режимы, то есть можно переключаться между камерами, то есть выбирать какую-то одну конкретную камеру. Вот, так же тут есть, вот, соответственно, это режим. Можно по-какому расположить, камеры чисто две, вот так вот, вот так вот, то есть это не все же камеры, но они немножко по-разному располагаются, но у меня они были так, я считаю, это более удобно. Так же у нас здесь настройки, еще здесь особенно нету, у нас тут есть контраст, есть color, цвета, есть резкость, ну и так далее. То есть они камеры настраиваются. Ну, вообще по камерам, я считаю, что не суперские камеры, ну, по этому я не точно века и не заказывал, но все-таки качество такое. Часто, когда там ярко, вообще-то не видно, есть там грязь или нету, часто, когда темно бывает плохо, ну, хотя когда темно, значит, в принципе, относительно работает неплохо. На камерах есть подсветка, так же вот здесь есть отдельные трампанаты, эти ежики, то есть, по-разному, очень неплохо, но все равно качество такое подсветки на камерах. А здесь у меня уже окончательно пропала связь с микрофоном, поэтому будет вот такая вот озвучка, чтобы вы хоть что-то могли понимать. Здесь я показываю то место, где находятся клапана, электронные распределители, вот эту сверху схему. Для чего я это делаю? Для того, чтобы вы просто знали о том, что везде должна быть приклеена такая схема, где будет показано, за что отвечает каждый клапан, потому что, бывает, что некоторые функции не работают, а некоторые не нужны, их можно хотя бы поменять местами для того, чтобы они работали, чтобы вы знали о том, что так можно сделать и о том, где это находится. Я показываю, что мы можем тут листать. Кстати, я прошу поднимания, что когда вы будете ехать работать, у вас можно выучить азор, либо в бункер, или по сессионному, у меня всегда был сессионный топ, по этому причинам я еду по полю, земля по 5 раз, разного качества, где-то много грязи, где-то мало, соответственно, у людей на сессионном столе по разному такому стоит, и я в процессе смотрю, какая ситуация, уменьшаю скорость, соответственно, движения трактора и уменьшаю или увеличиваю, в зависимости от ситуации, скорость сессионного стола. То есть у меня всегда заданную нарусную 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 крутилку часа, она идет в сессионную, так и сессионно нарисована. Но у нас есть еще вот эти три верхние стрелки, за что я не встречаюсь, я сейчас покажу, значит, сейчас, обратите внимание, это обороты пола, то есть, ну, я не знаю. Следующее у нас, это вот этот стакан, что я говорил, это замесение, точнее, скорость запаздывания водоударителя, вот, объясню тоже, что это такое, это очень важно, но остальное здесь, что у нас, это гектары, водочные гектары, водочинцы, ну и так далее, ну, то все равно отгулять. Самое главное и важное, это вот этот стакан путем, он заработает, ну, и выйдет на нормальный показатель. Значит, с чем эта функция хороша? Часто, когда мы едем, разная земля, по-разному просеивается, с одной стороны, а иногда одинаково, вот мы смотрим на стол, на, точнее, на жадку, как там земля просеивается, ну и кажется, что она туда в плюс-минус одинаково просеивается. На самом деле это не так. То, что мы видим, мы видим совсем немного. Когда она попадет туда дальше уже, вот, ударитель, ситуация может складываться совсем по-другому. И вот этот датчик, он нам будет показывать на практике, то, насколько большая нагрузка идет на полуторитель, то, насколько сильно он замедляется. Я для тебя понял, если мы работаем, если от одного до пяти процентов погасывали, это, ну, вообще в далеке работает. А уже тридцать, сорок процентов, это уже было, знаете, по-моему, даже не было за такое нагрение. То есть, ну, я понимал, что совершенно не стоит газовать, лучше ехать помедленнее. Но, если он при этом чисто визуально, на жадке, этого не было видно. Сказалось, что, ну, ситуация совершенно похожа, точно так же просеивается. А вот совсем не так. Я сейчас расскажу о ситуации, когда эта полуция очень сильно помогла. При большом запаздывании она издает руководство запаздывание. Я обращу внимание, она будет мигать, гореть, и я пойму, что это не так запаздывание. В нормальной ситуации, когда это происходит, это говорит о том, что необходимо остановиться, попустить землю и ехать помедленнее. Но у нас произошла другая ситуация, сейчас покажу какая. Итак, про ситуацию. Значит, что произошло. Вот я открыл здесь крышку, и здесь мы видим, как идет вал. То есть, от вала отбора мощности такие валы идут прямиком наверх, и они приводят в движение ботовый удалитель, и там второй просеивающий транспортер. Что произошло? Вот на вот этом коротком вале, как раз я показываю, болт новый поставлен, он у нас отвалился от этого большого вала. И когда это произошло, мне тут же пришло звуковое уведомление в кабину трактора. Я сам остановился, начал проверять, смотреть, не понимать в чем дело, почему не крутится ботовый удалитель, уже не знал, куда себе девать. Вот. Но в процессе, когда мы всей бандой смотрели, что произошло, мы обратили внимание на то, что мы руками-то его крутим, а почему-то трактор его не крутит. Значит, наверное, что-то с приводом. Вот. И посмотрели, как идет от редуктора валы, и дошли до этого места, и увидели, что он отвалился. Вот. То есть, благодаря тому, что пришло звуковое уведомление о произошедшем, я вовремя остановился и накидал целую кучу тонну земли в жатку. Соответственно, там не надо было экскаватором ее выгружать. Вот. То есть, это тот случай, когда она вроде не по назначению сработала, она показала не запаздывание от того, что нагрузка большая, а от того, что он вообще не крутится. Вот. Но, в любом случае, это большой плюс, и хорошо, что это произошло. Это сэкономило наше время. Ну, а здесь ничего особенного, я просто показываю как раз ось, показываю цилиндр. Вот, пожалуйста. Это на поворот, а это на подъем-опускание, и там вот еще есть вот два паза изменять высоту, соответственно. Вот. Также я тут обращаю внимание, вот то, что есть такой треугольник из резины, который держит вот эту вот землю, траву, ботву, которая сваливается. Ее надо периодически чистить. Вот видите колесо? Оно просто выглажено. Вот это более-менее такое шершавое, а это уже просто старчивает от песка, от травы. Поэтому говорю о том, что необходимо периодически подчищать, чтобы вот до такого не доводить, потому что, ну, вроде ничего страшного, но ничего хорошего в этом, конечно, точно нету. Тут, соответственно, я показываю пульт управления на экспрессионном столе. Тут много каких кнопок есть, но это просто пульт универсальный. На конкретно нашей комплектации он отвечает только за, вот это, пожалуйста, демонстрируй, это звуковое уведомление, это скорость регулировки экспрессионного стола, также регулируется у людей здесь, вот, и вот эта вот кнопка это включение-отключение его работы, в принципе, вот. А это экстренная остановка, то есть звук будет у меня в кабине, ну и остановится экспрессионный стол. Далее я здесь рассказываю про ту ситуацию, которая у нас произошла. Я говорю, что не буду углубляться в настройки, но сказал, что то, что у нас произошло, расскажу, потому что это может неизначение. У нас SB-версия, то есть она у нас щетками, но щетки уже такие поношенные, и они не очень-то хорошо откидывают картошку. Не могу сказать, что лучше, конечно, пальчики или щетки, потому что на таком кабане с пальчиками я не ездил, но у нас есть пальчиковые транспортеры на, он же считается универсальным, на 75-40. Я думаю, даже людям более интересно будет на него обзор убить. Вот он стоит. Он, на мой взгляд, более эффективно справлялся с глиной, с примесями, чем щетки. Вот, возможно, это потому что они, конечно, изношенные, возможно, оно действительно так и есть. Какая ситуация у нас произошла? У нас есть два, две настройки, вот в этом месте сейчас я покажу. Вот, вот они. Здесь стоял человек, и он, ну, случайно или перепутал, подвинул, отрегулировал не то, что надо. Их две штуки, один отвечает вот за эту ленту для камней, примесей, а второй отвечает за ежик, который вот самый последний, который над щетками стоит, который уже, с которого уже скидывается на экспедиционный стол. И он случайно поставил на высокую скорость. Так как щетки изношены, и хоть они опущены на минимум, ну, вот, ну, не могут они скинуть, когда на очень большой скорости работает транспортер. И, соответственно, выкидывало все сюда, и, ну, не все сюда, какую-то часть, но факт то, что реально один человек просто отвлекался на то, чтобы откидывать картошку вместо того, чтобы работать и откидывать примеси. Вот. В процессе, конечно, мы как-то догадались то, что так можно сделать, уменьшили скорость этого ежика, и все нормально стало скидывать. Я так тому рассказываю то, что регулируйте, настраивайте, читайте, я приложу инструкцию, потому что, ну, не надо делать ту работу, которую может делать машина, это только лишняя отрата времени. Я так же добавлю про поворот колес. Я уже, если не ошибаюсь, говорил о том, что очень удобно подъезжать к телеге. Он хорошо подъезжает к ней, то есть подъезжается или отдаляется на необходимости. И удобно подъезжать также на нем в колею. То есть, когда мы заезжаем, там, вами еще где-то позади нас, мы отворачиваем колеса в сторону колеи, и он начинает нас немножко вот так обогоняется, облагосканить и, соответственно, выходить на колею. Что хотел сказать еще. Когда мы его регулируем, где, во право, для того, чтобы вы не брали в свое собственное время смотреть вот этот вот датчик, как вот, когда он встанет в нужное положение, вот та вот вновное, у нас мы можем нажать антонистический режим. Вот такой вот короткий обзор на колесе. Сейчас вот авто, это авто горит на автоматическом выравнивании. Мы вот ставили колеса в сторону и жмем прямо во время движения после телеги. Вот, допустим, заходите в поворот, отвернули колеса, вот сейчас отвернулись, жмете на авто и автоматически колеса начинают возвращаться в ровное положение. Не надо вам это просто регулировать. Опять-таки очень удобно. Вот такой вот короткий обзор на комбайн получился. Я, конечно, затрагиваю не все темы и не все то, что знаю, но основное, максимально, я постарался, насколько могу, доходчиво рассказать. Само собой, если будут какие-то вопросы, комментируйте видео, я в комментариях отвечу на них, если буду, конечно, знать. А еще, к видео я приложу обязательно документ на инструкцию по эксплуатации комбайна. Ну, не конкретно этого, а комплектации есть разные, но он такой в общих чертах. Много информации вы сможете для себя там найти. Возможно, она вам поможет. Собственно говоря, все. Спасибо за просмотр. Если вопросов будет много, и видео запишем. Ну, а если нет, как я уже сказал, комментарии пишем, буду отвечать. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok